Добро пожаловать обратно в Школу БаллатРа, друзья. Продолжаем. Давно не виделись. Я без вас особо не играл, поэтому и сам мог что-то забыть. Но точно помню, что мы хотели поиграть на заброшенной колоде, потому что кто-то в комментариях это попросил, и, ну, нет причин не попробовать. Значит, в чём её суть? Нет карт с лицом. Ну, всё. На этом всё. Что это влечёт за собой? Ну, давайте я вам дам 10 секунд подумать, что это за собой влечёт. Возможно, вы по превьюшке уже что-то поняли, я не знаю, какая она будет, но суть в том, что на этой колоде легче делать стриты, чем на других колодах. Ну, просто потому что карт здесь меньше. И наш план глобальный будет либо убирать более маленькие карты, чтобы делать более высокие стриты, либо убирать более высокие карты, чтобы делать стриты через туза. То есть мы посмотрим, каких мы джокеров найдём, и от этого будем отталкиваться. Так, пропустим ли мы первый наш блайнд ради голографического джокера? Звучит заманчиво. Я думаю, стоит. Это будет один из немногих скипов, которые мы сделаем, но он стоит того. Мы в любом случае не наберём 450 очков с базовой колодой, без джокеров, без всего. Поэтому давайте сыграем флэш, какой нам дали. И, возможно, ещё один флэш. Так, флэш у нас нет, но может быть есть стрит. 5, 6, 7. Если бы у нас было 5, 6, 7. Если у нас было 8. В принципе, выбить 8 из колоды должно быть не так уж и сложно. Есть две пары, но это не то, что нас устраивает. Значит, можем через десятку пойти, но тоже нам нужна восьмёрка. Стрита у нас больше никак не собирается. Всё ещё не собирается. Последняя попытка нам добыть восьмёрку. Либо мы можем попробовать что-то другое. У нас много бубнов в колоде, но всего одна в руке. Пика у нас одна. В целом можем попробовать выбить червовый флэш. Но это нам нужно 2 червовые карты из 19. Ну, то есть у нас 5 благоприятных карт из 19. При этом нам нужно выбить 2 их. Шансы невелики. Шансы выбить восьмёрку выше, по идее. Но с учётом того, что мы сбрасываем 5 карт, с учётом того, что мы сбрасываем 4 карты, наверное, там, конечно, не так всё просто. Ну, давайте попробуем. Восьмёрка всё-таки пришла, слава богу. Ну, тут есть и фулл хаос. Фулл хаос, кстати, больше очков нам принесёт, мне кажется. Ну, в целом это не важно. Просто рассуждаем. То есть нам и так, и так хватает. Но мне кажется, фулл хаос нам больше пользы принёс. Пара, ну, пойдёт для начала. Мы определённо берём Сатурн, я думаю. В целом, да. Да, мы возьмём Сатурн. Нам плюс одна рука, конечно, приятно. В целом, не так критично, но всегда хорошо иметь плюс одну руку. Но давайте пропустим. Не так это страшно. Мне кажется просто, что стриты нам будут перспективнее. Хоть это и одна карта стрита, но она нас хорошо может бустануть. Хотя, с другой стороны, нам не нужен буст сейчас, потому что этот Джокер нас легко протащит. Первый, ну, до третьего Антона нас дотащит, я думаю. Так, нечётные карты будут давать нам очки. Я думаю, это стоит взять. Ваучер здешний нас вообще не интересует. Ну и деньги я дальше поэкономлю. Просто, ну, вообще говоря, наверное, стоило рассмотреть возможность не брать эту карту, потому что, ну, она обычная, она может ещё раз попасться, и мы в целом сейчас очки набираем. Но ради такого гарантированного его взятия, её взятия, я думаю, стоило рискнуть. Ну ладно. Так, в целом нам здесь чего угодно, мне кажется, должно хватать. Но давайте какой-нибудь, давайте шестёрку попробуем выбить для стрита. В целом можно две пары сыграть. Ничего страшного в этом нет. Фишки нам за пятёрки дают. Мы с лихвой всё набираем. Замок это интересная вещь для рассмотрения. А с другой стороны яйцо тоже интересная вещь для рассмотрения. Если мы будем играть на стритах, то мы достаточно быстро будем фишки разгонять просто за счёт планет. Вот. Но яйцо, я думаю, взять стоит. Давайте пойдём дальше. Там, кстати, у нас босс жёсткий. Базовые фишки делятся пополам. Но в целом нас джокеры должны вытянуть. Так, я думаю... Ну, нам нет смысла сбрасывать, что-то искать. Если мы набираем, то окей, всё, играем. Потому что у нас нет каких-то джокеров, которые могут нам дать какое-то преимущество за счёт того, что мы будем медлить. Так, мы набрали 26 баксов. Это хорошо. Со следующего магазина, значит, будем покупать бустерные наборы. Я думаю, даже с учётом того, что у нас базовые фишки делятся пополам, какой-нибудь Full House, нам сейчас всё сделают. Я думаю, иерофанта мы возьмём. Просто спектральный набор сначала или аркана. Наверное, спектральный. Вечный вопрос. Иммолейд мы берём. В любом случае. Ага. Нам уничтожило кучу высоких карт. Да. Я уж думал, что нам что-то уничтожили навсегда, но это и карта с лицом. Значит, нам уничтожило две девятки. Восьмёрку, шестёрку, четвёрку. Ну, в такой конфигурации, конечно, как будто бы надо теперь играть низкие стриты, но в целом не так критично. Прямо стоимость джокеров. Ну, вот рано. Рано. Ну, ладно. Мы можем рассмотреть возможность стрит-флэша делать. Это интересный взгляд на ситуацию. То есть переделать в трефы, например. Много чего. Играть стрит-флэша. Ну, давайте попробуем начать это делать. Вот. Как там пойдёт? Посмотрим. Давайте попробуем попеределывать в трефы. Так. Десятки-четвёрки. Ээээ. Так. Карта с лицом даёт 30 фишек при подсчёте. Да-да. И опять отрация. Ладно. Бесплатный набор шута. Как будто бы тоже стоит того, чтобы пропустить. Я так смело пропускаю, потому что мы явно хорошо набираем сейчас очки. Но это стоит остановиться делать. Можно рассмотреть церемониальный кинжал как возможность. Но бизнес-карту нам точно не надо рассматривать. Забавный джокер для флэшей. Ммм. Тоже. Не то, чтобы прям интересно. Ну вот. Всё честно мы возьмём. И давайте церемониальный кинжал возьмём. Хочу ли я сразу прирезать кого-нибудь? Наверное, нет. Я думаю, мы повременим с этим. Мы его ещё можем использовать. Нам не горит. Я про весёлого джокера. А яйцо пока копится. От яйца мы ещё достаточную выгоду не получили. Как мне кажется. Так. 9, 8, 7, 6. Пятёрки не хватает. Или десятки. В целом нас и то, и то устроит. Ни того, ни того не пришло. Сброс. Вот. Если у нас будет меньше карт в колоде, то нам меньше сбросов нужно будет тратить. Так. Стрит есть. Значит. Что я хочу иерофантом пробустить? Возможно, нечётные карты. Но, в целом, я думаю, тут без разницы особо. Так. Стрит. Хорошо. Мы пока хорошо набираем. Нам теперь надо постепенно искать что-то, что будет давать нам множитель множителя. Так. Можно головореза взять вместо ножа. Так. Мы сможем сохранить яйцо. С другой стороны нам нужно будет хранить яйцо. С другой стороны, с третьей. Я не захочу головореза держать прям очень долго. Скорее всего. Ну, давайте от ножа избавимся. Так. Что у нас там по планетам? Сатурн есть. Так. Давайте тогда две пары прокачаем. И Сатурн вторым. Потому что если здесь появится дурачок, он не появится, но ладно. То я бы мог использовать его, чтобы сделать ещё один Сатурн. Хочу ли я в масть какую-то переделывать что-то? Я начал переделывать всё в трефы. И, возможно, стоит оставить альтернативную какую-то масть. Типа бубны. Черви и пики переделать. Ну, что-то переделывать в бубны, короче. Возможно. Ну, давайте так сделаем на всякий случай. Так. Карты планет появляются за разы чаще. Я хотел сказать, что мы подумаем над этим, но мы уже не подумаем над этим, потому что мы перешли к боссу. Ничего страшного. Карты стянутся лицом вниз после каждой сыгранной руки. Мы постараемся выиграть с первой руки. Иначе это будет очень неприятно. Так. Значит, нам 10, 9, 8, 7, 6. То есть нам нужно просто семёрку выбить. Ага. Семёрка есть. 6, 7, 8, 9, 10. Стрит. В стритах вот это всё честно нам даёт, получается, множитель 12. Что не так уж и много. Нечестные правила нам тоже. Ну, пока что они неплохо бустят наш счёт. Но после парочки карт планет станет это всё не настолько мощно. Ну, давайте флэш прокачаем. Это наиболее вероятное из того, что здесь есть, что я буду играть. Уничтожить карты. Ну, тут бубные трефы я не хочу уничтожать. Давайте просто деньги возьмём, я думаю. Угу. Карта Таро появляется. Вот, может быть, карта Таро меня устроит. До луны. До луны, чтобы больше денег получать. Да, наверное, я возьму. Пожертвую чуть-чуть очками, зато мы будем получать больше денег. Угу. Стена. Вот я пока что не уверен, что мы до стены добираем. Так. 3, 4, 5, 6, 7. У нас есть стрит. Можно попробовать выбить флэш стрит. Рискнули я этой шестёркой. В целом нет смысла рисковать. О. Всё. Стрит флэш есть. А он у нас лучше, чем стрит просто... Нет, он у нас не лучше, кстати. Но он у нас чуть-чуть другой. То есть он меньше множитель даёт, но на 10 очков больше. Поэтому стрит флэш нам пока не очень выгоден. Давайте сыграем обычный стрит. Но если нам попадётся карта на прокачку стрит флэша, я её возьму, конечно. Ну, в целом, да, должны набирать на стене мы очки без проблем. Давайте возьмём стрит флэш или стрит... Давайте стрит флэш прокачаем. Стрит флэш, он просто быстрее скейлится. Если мы успеем перейти на него в какой-то момент, то будет всё в ажуре. Стальная карта... Ну, стальная карта для забегов с объёмными руками не очень подходит. Ну, то есть он работает, всё хорошо, но, конечно, стальные карты, они лучше работают с теми руками, в которых требуется меньше карты. Так, давайте попробуем императора, что он нам выдаст. Черви нас не интересуют. А вот умеренность пойдёт. Так, переброс. Трефы даёт плюс множитель. Трефов у нас много, но чётные карты у нас стопроцентно будут всегда в руке, и они нам будут больше множитель давать каждое. Что останемся на них, я думаю. Учёный. Ну, как будто бы я решил всё-таки играть с высокими стритами, а не через туза, поэтому вряд ли он мне пригодится. А вот играть стриты с пропуском в одну карту, это звучит годно. Возможно, это тот момент, когда мы откажемся от быстрых денег по году более лёгкому собиранию рук. Ну, у нас даже с коротким путём здесь ничего особо не собирается, поэтому давайте как-то так посбрасываем. Значит, 3, 5, 6, 7. Ага, всё равно не собирается. Ну, можно... Да, так уже собирается. Не стрит, флэш, но пойдёт. Пока что, головорез с яйцом нам больше всего дают. Это немножко меня смущает, на самом деле. Так, давайте пики я не хочу преобразовывать. Стальная карта пойдёт. Здесь ничего интересного. Давайте две пары прокачаем. На всякий случай. Давайте иерофантом бахнем бубновые. Стальной мы сделаем что? Десятку, может? Мы её, скорее всего, будем оставлять в руке, но мы можем её и не играть, если что. Можно что-то сделать дикой картой. Окей, остальное нас, в принципе, там не интересует. Мы используем Temperance и... Ещё раз используем Temperance. Император. Хорошо, хорошо. Мне такой набор нравится. Я думаю, мы используем Императрицу. Хотя мы можем использовать... Императора, чтобы ещё каких-то карт нафармить. Не факт, что более хороших, но... Попробовать стоит. Три, четыре, пять, шесть, восемь. У нас собирается стрит. Нормально. И можно... Вот эти карты, например, сделать... Множителями, что нам Император даст. Башни не интересуют. А в бубны можно пики переделать. Три, пять, шесть, восемь, три. Окей. Нормально, с двух рук. Стенку мы убиваем. Два, четыре, пять, шесть, восемь. Хорошо. С коротким путём, конечно, намного легче стрит и собирать. Особенно в такой утонённой колоде. Один бак за каждую использованную планету разную. Вот перебросы стоят меньше. Я думаю, мы возьмём. Ага. Так. Ну вот нам нужно уже брать что-то на умножение множителя. И, возможно, это то, что нам нужно. Но от чего я тогда откажусь? Значит, стрит у нас базовые фишки девяносто. В среднем вот этот нечестное правило даёт нам ещё девяносто фишек. То есть пока что это икс-два. Но с каждой планетой это будет всё меньше и меньше. С другой стороны, от головореза хочется избавиться. Но он в нас так влип, что мы от него просто так не отвяжемся. Если мы продадим яйцо или головореза, то это будет мощный удар по нам. Поэтому, наверное, мы откажемся от нечестных правил. Как бы я не жалел об этом, но придётся. Угу. Я думаю, мы снова возьмём деньги. Хермит. Тоже. Деньги на распродажу. Мы теперь будем брать все карты планет. Стеклянная карта тоже, наверное, пара. Угу. Так. Ну, дальше я ролить не буду. Пока что нам этого хватит. Там трефа ослабляется. Но вот не зря мы всё-таки в бубны тоже качались. Угу. Давайте я переделаю вот эту карту в стеклянную. Но пока не буду её играть. Она нам ещё пригодится. В целом, Стивен, наверное, нам даёт меньшее преимущество сейчас. Но, учитывая, что его множитель умножается, наверное, он всё-таки получше в долгосрочной перспективе, чем от тот. Нечестные правила. Ну, это, конечно, сложный вопрос. А, 3, 4, 5, 7. Это стрит, но я не хочу играть семёрку, поэтому мы сыграем через туза стрит. Чуть-чуть не добрали. Ничего страшного. Так, это мы берём. Это мы используем. Конечно же. Что там по пакам? А в фулл хаус наиболее вероятно, что мы отсюда можем сыграть. Ммм, сатурна. Но, видимо, мы всё-таки в стриты идём. Не в стрит флэша. Деньги на распродажи. Сила. Нет. Рефраф поздновато. Это берём. Брюки поздновато. Это берём. И у нас уже почти x2 множитель. Но я думаю, мы на этом остановимся пока что. Хорошо. 4, 5, 7, 9, 10. Хороший стрит. Прямо из первой руки. Ммм, да. Всё честно можно выкидывать на самом деле. Вот так и знал. Так и знал, что на него именно падёт голографичность. Ладно. Придётся его ещё подержать чуть-чуть. На стрит флэш качаем. Стрит флэш у нас на самом деле на том же уровне, как и стрит. Учитывая, что мы его только два раза прокачали, а стрит уже четыре. Ну вот, да. Давайте иерофанта возьмём. Нет. В этот раз не сработало. Так, ну и висельник. Так, в целом нам не то, чтобы нужен висельник. Ну пусть будет. Так, 3, 4, 5, 6. Ага. Ну давайте, что тут? 4, 5 и 3 сделаем бонусными. Угу, нормально. То есть из этого я хочу удалить из колоды. Восьмёрку, наверное, стоило бы. Но уже потом с чем-нибудь другим. Нормально. Мы спокойно уже даже финального босса пройдём с этим набором. Ещё одно колесо. Ещё раз сработало. Ничего себе. Это рекорд. Кстати, вернулся ваучер, который у нас в самом начале был. Но он нам не нужен. Как бы. Да, умеренность. Ищили ещё одно колесо. Ну ладно. Здесь мы всё-таки умеренность возьмём. Стрит или стрит флэш? Пока что мы увереннее всё-таки стриты играем. Поэтому сделаю ставку на них. Наконечник стрелы. За пиковые карты. Ну, не то, чтобы у нас густо с пиковыми картами. Банан. Банан, конечно, можно было бы взять. В целом, вместо Стивена можно взять. Не думаю, что от нас убудет. Сатурн берём, конечно, используем. Двойной тег. Ещё стеклянная карта. Ну давайте, колесо. Нет? Ладно. Счастливая карта. Да, ладно. Пофиг. На счастливую карту. 2, 3, 4, 5, 6, 8. Отлично. Только я, наверное, хочу всё-таки двойку и восьмёрку удалить. И теперь мне не с чем стрин делать. Но это не страшно. 9, 8, 6, 5, 4. Сделать стеклянный. Стекло нам пригодится попозже. Или если у нас будет какой-то сложный босс. Стекло нам просто очков добавит. Сильно. Поэтому я на него и делаю ставку. Так, наверное, флэш и сатурн. Вот такие у нас планеты сегодня. Флэш и сатурн. Так, пики мы не хотим переделывать. Деньги удвоим. Две планеты возьмём. Главное их использовать и не продать. Ну, благодаря планетам прям очень быстро очки копятся. То есть созвездие это мастхэв практически всегда. Ещё колесо. Я буду брать каждое колесо, которое мне попадается, если это не вредит нашему рану. Ладно. Ну, давайте возьмём хапугу, ладно. Поможет нам немножко денежек подкопить. 10, 9, 8, 6. Одной карты не хватает для стрита. 5, 6, 8, 9, 10. Окей. Угу. Кто бы знал, что этот ран будет тащить головоря с яйцом. Как получилось, так получилось. Темлемо уничтожатся какие-то карты. Как будто бы стоило уничтожить семёрку пиковую, чтобы стрит флэш и делать. Но с другой стороны, это настолько нам не критично, что давайте просто возьмём пару карт планет. В трефы переделать. В трефы переделать бубны. В целом, норм тема. Я, кажется, с лицом услабляется, вообще пофиг. В целом пойдёт, я думаю. Или наоборот, в бубны что-то переделать. В трефы переделывать безопаснее, потому что у нас уже был босс, который дебафает трефы. И он нам уже не попадётся до финального босса. Поэтому, я думаю, всё-таки стоит переделать в треф. Туз, 2, 3, 4 и дальше нет ничего. Ну, тогда, я думаю, мы вот так сбросим как-то. Да, и тут у нас уже стрит флэш. Хорошо. Банан пропал. Это немножко ударит по нашим очкам. Но не прям значительно. Спутник теперь нам, кстати, больше денег приносит. Что интересно, пусть будет пока что. И мы планеты ещё не использовали каре. Когда мы успели прокачать сет до 4. Ладно. Ну, по сути, только каре не качали. Ну, давайте прокачаем, раздают. Теперь он нам 9 даёт. Окей. Сбрасывает 2 случайные карты за каждую сыгранную руку. Но если мы победим с одной руки, это нам вообще не критично. 4, 5, 6, 8, 9. Даже сбрасывать не хочу. Что-то искать зачем? Если мы и так 99 тысяч набираем. Вообще на пофиг. В целом, если мы найдём сейчас ещё раз нож, то он нам будет покруче, чем головорез. Потому что он, по-моему, двойное значение добавляет стоимости. То есть он даст плюс 88 нож. Но точно не помню. Сатурн. Карты планет появляются гораздо чаще. Не то, чтобы это нам что-то как-то сильно поменяет. Ну, пусть будет. Что-то в множители переделаем. 10, 8, 7, 5, 4. Хорошо. Вообще пофиг. И стеклянные карты нам не нужны. Вообще хорошо идём. Так. Качаем. 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 Так, мега аркана. Парочку планет, я думаю, мы возьмём. И прям хорошие планетки. По крайней мере, одна случайная карта Чокера. Здесь, в принципе, всё пофигу. Абсолютно. Поэтому давайте сделаем дикую карту. Окей. Дальше. Но я думаю, здесь какой бы мы стрит не сыграли, это будет много. Так что даже париться не будем. 3, 5, 7, 9. Отличный стрит. 171 тысяча. Да. Даже если будет стена, то мы в ажуре. Всё хорошо. Создайте карту Таро при выборе блайнда. В целом, это поинтереснее, чем спутник, как по мне. Ещё 2 планеты. Или 20 денег. Не знаю, давайте 2 планеты возьмём. Темперанс. Как хорошо у нас с яичком сегодня получается. Темперансы так и идут к нам в руки. Из-за случайно Джокер отключается. Я думаю, это не проблема. У нас 5 рук. Мы убьём с одной. Если у нас будут нужные Джокеры включены. То есть если у нас отключится яйцо, пофиг. Если у нас отключится короткий путь, неприятно, но пофиг. Если у нас отключится картамант, вообще пофиг. Только созвездие и головорез нам неприятно будет, если отключено. Так, вообще пофигу. Давайте переделаем. 2, 3, 5, 6. Ладно. Пусть будет со стеклом. Сломается и пофиг. Всё сломается. Классика. Ладно. Чё, по пакам. У нас постоянно из этой императрицы, не императрицы, а высшей жрицы, выпадают, верховные жрицы, выпадают стриты и флэш стриты. Легендарный Джокер. Да, пожалуйста. Дает один множитель за уничтожение карты с лицом. Без комментариев. Берем. Можно, конечно, добавить себе карты с лицом и потом их забрать. Где мы их найдем? Так, у нас уже, у нас ещё один блайнд есть. В целом, как бы, есть вероятность как-то раздобыть себе карты с лицом и уничтожить их. Но это настолько необязательная процедура. В целом, он кончается. Качается, конечно, быстро этот Канио. Вот, то есть мы карту с лицом уничтожаем, и это уже Х2. Ещё одну карту с лицом уничтожаем, это уже Х3. То есть, если повезёт с висельником, с, там, иммолейтом, с чем-то, с уничтожением стеклянных карт, так тоже можно, то вообще можно очень быстро раскачаться чисто на Канио. Но, конечно, и на нашей колоде. Ну и мы себе сейчас никак не раздобудем карту с лицом. Если он отключится, мы будем только рады на боссе. Чё по этим ребятам тоже пофиг. Хотя там были вещи, которые стоило бы взять вместо... Зачем я вообще... А, ну висельник мне больше не нужен, да. Те джокеры, которые стоило бы взять вместо Канио, конечно, были бы, но... Сейчас абсолютно пофиг. Ну вот надо было отключить именно того джокера, которого я не хочу, чтобы отключали. Так, это стрит-флэш, который сейчас мало принесёт. Поэтому, да, спасибо за отключку Канио. И мы играем стрит-флэш. Дрин-дринь. Всё, отлично. Друм-брум-брум-брум-брум. Всё. Вот так вот. Ну, нас здесь, на самом деле, вытащил, в первую очередь, головорез с яйцом. Это не то, чтобы тактика для этой колоды, это такая более универсальная тактика. Но, тем не менее, так получилось. В любом случае, в стриты мы билдились. С меня взятки гладкие. Эта колода предназначена для стритов. В них можно как-то более эффективно билдиться, если хорошие джокеры попадаются. Если вы, там, как-то, наверное, попрофессиональнее менеджите свою экономику и больше ролите в магазине, то да. Но мы здесь сделали тот минимум, который от нас требовался. Идею, я надеюсь, вы поняли. Просто играем стриты. Мне здесь вот помог короткий путь. Он, конечно, в стритах всегда приветствуется. Но альтернативно можно было бы, вот как я говорил в начале, уничтожать карты более низкие. Тузы, двойки, тройки, четверки. Чтобы были только верхние стриты. Или уничтожать более старшие карты. Чтобы были более низкие стриты. Но, вот нам это не пригодилось, к счастью. Если вам нравится школа Балатра, вы можете поддержать меня на бусте. Вот здесь все бустеры, которые меня уже поддерживают. Им большое спасибо. У нас есть телеграм-канал, в котором есть новости об инди-играх. Информация о бесплатных раздачах. Иногда я там пощу мемы. Там весело и интересно. Заходите обязательно. Иногда бывают, кстати, раздачи игр. И скоро я, скорее всего, еще одно устрою. В телеграме есть чат, но для более обширного общения вы можете подключаться к нам в дискорд. И, как обычно, живите дружно, не болейте. И до скорого. Увидимся. Продолжение следует...